Так, всем привет! Сегодня мы снова с Дэви. Всем привет! Продолжаем освещать события турнира по Риму 2 Domination. И сегодня мы хотим представить вашему вниманию замечательный поединок между Кецалько Атлом, известным достаточно таким товарищем в Total War, по крайней мере мне вот он там, да и Дэви, я думаю тебе тоже он очень хорошо известен по Карлу на самом деле. То есть очень хорошо он там играл. Вот, и Soul Invictus тоже как бы говорят, что такой крутой тип в Риме 2. Вот. Идет за и ценов у нас Soul Invictus. И вот такую, посмотрите, прям замороченную расстановку такую использует. Но они оба тут блистают. Да, 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 тут оба вообще просто настолько тут, кто кого, короче, переплюнет, у кого балет красивее, короче. По сравнению с ними там расстановки Ираклиса просто нубовские, да? Да, 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 слушай, ну просто или мои там даже вот, например, по все вытянул там в линейку, какие-то фланги там с копьями сформировал и такой сижу довольный, жду, сейчас думаю пойду, что-нибудь там парашу кого-нибудь или выхвачу уж там на худой конец. И так, мы очень красивые расстановки и перейдем мы к составам. Значит, ярко выраженный центр такой с крестьянами-новобранцами, с бритскими прачниками в одну они вкачаны. Конная разведка бритов, две кавы и всадники-ветераны у нас. Ну и колеса, конечно, здесь тачанка вот здесь вот стоит. Такая и вот такой вот мобильный, очень быстрый, подвижный центр. То есть, если что, я так понимаю, он может и на фланге отработать и где угодно. Ну и фланги мощнейшие, бритские прачники, крестьяне-новобранцы, отряд избранных мечников по центру, вот отважная знать у нас здесь. Еще один отряд избранных мечников. Ну то есть, достаточно, да, причем отважная знать, она, посмотрите, спрятана за двумя отрядами избранных мечников. Кроме этого всадники-ветераны у нас те же самые. Ну и левый фланг, он маленько посильнее, да, не маленько, посильнее. Здесь бритские прачники, два крестьянина-новобранца, отряд избранных мечников, еще один отряд избранных копейщиков, еще здесь у нас вообще одни избранные всадники-ветераны. Ну и отважная знать в роли генерала. Так, ну я вот не уверен, что мы за Колхиду... Мы не за Колхиду, а это Колхиду разве, это Масилия. А, Масилия, да, да, Масилия, Масилия, да. Пусть сближаются, наверное, давай паузу нажмем. Да, да, давай снимем. Итак, правый фланг, это крестьяне-новобранцы, два. Мечники в тораксах у нас здесь, топорники, масилийская кава и всадники с дротиками. Генерал у нас что-то прячется, то не прячется, масилийская конница в роли генерала. Левый фланг представлен у нас еще двумя масилийскими конницами. Ледкие гоплиты здесь, крестьяне-новобранцы, топорники и мечники в тораксах, ну и всадники с дротиками на левом фланге, то есть практически идентичные фланги. И по центру у нас, вот они, масилийские гоплиты эти, зверские ребята, еще один меч в тораксах. Интересно, как... То есть вот такой вот центр. Но я пока не вижу стрелков за Колхиду. Есть у нее там юниты, которые шифруются. Но здесь Колхиды нету для начала. Масилия. Блин, Масилия, да, что-то я все Колхида-Колхида. Ну где-то там шифруются стрелки, вот сейчас они мелькнули там, ну посмотрим, что там у нас будет. Пока, ага, есть, есть, есть стрелок у нас, я вижу один, это кельтские прашники один. Еще один кельтский прашник. Так, нет, надо эту отключать, кто она. Как-либо в Steam, короче. А то пишут и пишут мне писатели. Ну и что, сол идет левым флангом, поддавливает он так слегка. Слегка так, легонько. Да, центр, конечно, тяжелее у Масилии, да, то есть видно, насколько как бы медленнее она передвигается в центре. Ну и что-то далеко как-то у Кицаля левый фланг ушел. Ну вот это недостатки таких расстановок, когда растянуто, то есть ее могут пробить, там две части уничтожить, а третья будет шариться, черти где. Да, но это вот хорошо, что у Масилии, смотри, два стрелка, поскольку вот здесь-то вот прям промежутки. Вот сейчас вот они пошли, полная разведка бритов, посмотри, то есть все. Вот эти вот пустые промежутки, они в принципе, ну это хорошо здесь легкая как бы кава, да. Но тем не менее она может завязать, да, например, фланг какой-то. Ой, смотри, смотри, как затаскивает он. Причем с двум сторон, смотри, шикарно просто. И колеса, пошли, пошли колеса. А слушай, знаешь, он зачем сделал-то, чтобы дротики не кинули. Да, 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 все правильно, я только хотел сказать. И не успевает Масилийский гоплит и собраться, они собираются, и собираются криво они, вот так вот они собираются, и колеса проходят, шикарно. Ого, ничего себе, блин, вообще замечательно. И все, начинают они катать. Кстати, мне Кицаль написал, что колеса, это, мол, чистое протягивание. Я ему тоже написал, я говорю, да, тут единственная тактика за колеса, это вот протягивание, единственное. Ну, конечно, ими таки играют. Да, ими по-другому как бы, ну, невозможно играть. То есть врубиться колесами, да. Ну, о, буксуют, буксуют колеса. Что тут уже 13 из 15. И посмотри, как здорово левым флангом вообще наваливается сейчас на превосходящей силу. Не, ну, отводит, отводит, да. Но он отводит только лишь кавалерию, и только пехотные отряды сейчас у нас вступают в бой на левом фланге. А что на правом? На правом фланге тоже там уже зацепились. Два в один. Посмотри, как здорово колесами играет. На другой фланг их перебросил. Да, 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 да. Под своих, как бы, да, получается. А стрелков-то нету уже. Стрелков-то в Масилии нету. Нечем контрить по большому счету колесам. Так по ним же колеса проехались. Да, да. Кава, вот она у нас стоит за Масилию. И как-то она не отрабатывает совершенно по колесам. И они совершенно безнаказанно гоняют. 258, 260 уже нарубили. Обалдеть. То есть такой физический дамаг просто количественный уже, мощнейший нанесен, что даже счетчик уже... Бой только начался, а счетчик уже показывает баланс сил, что уже... И вот только сейчас он генерал... Не, не кидает генерала на колеса. Даже не кидает генерала. Что, растерялся, бедолага. Кицаль, я так понимаю. Ну, на правом фланге как-то еще мал-мал у него поудачней. Хотя, я не знаю, зачем он насилийскую каву отводит от садников-ветеранов. Неужели она настолько слабее? По-моему, она не настолько слабее. Тем более, у него их здесь две на этом фланге. И уж можно было бы как-то попытаться законтрить. Более того, можно было этой кавой, вот посмотри, стрелков здесь обработать на правом, по крайней мере, флангу. Ну, и запопадает тут, отважная знать, под ударку у Иценов и под насилийскую каву. Ну, а центр-то как такового у насилий практически уже и нету, скажем так. Сейчас здесь умирает садники с дротиками, но они вырезают здесь бритских прашников. Ну, не знаю, насколько это поможет здесь насилию. Ну, надо вытаскивать там насилийскую каву из генерала. Да, да, да. Она там уже долго стоит. Не, она, которая ближнего боя, там, может, и правильно стоит, как бы. А вот садники с дротиками вышли. Ой, выхватывают от копейщиков. И копейщики выхватывают от топорников, и дротиками кидаются. Ну, тут преимущество и ценов, что у них еще и вот... Куда бедно, но один стрелок у них сохранился. И вернется, наверное, вот этот близкий прашник. Не, ну, посмотри, Кецаль-то все равно как здорово каву всю повытаскивал. И по центру там у него гуляют. И крестьяне-новобранцы вот тут с крестьянами-новобранцами. Мечники в Тораксах здорово, как на крестьян-новобранцах заходят. И всадники с дротиками здесь у него гуляют шикарно. Посмотри, как заруба вообще по всему фронту идет. Просто замечательно. Правый фланг у нас, что там, стоят? Стоят, да, стоят еще. Ну, а вот здесь в центре мы видим, что мечники в Тораксах провалились. И мосилийские гоплиты, они, конечно же, попав под колеса, они не выдюжили. Ну, и ценовского генерала, посмотри, как обрабатывает здесь усиленно Кецаль. Он прям его уговаривает, сдавайся, умирай. Ну, молодец, хорошо его, то есть бьет с натиском, вытаскивает с натиска и так. Да, и мечниками в Тораксах вот здесь он его завязал. Ну, вот освободились крестьяне-новобранцы у нас здесь и отряд избранных мечников. Они сейчас идут, конечно же, на помощь всем генералам. Ну, и на правом фланге и цены заруливают. Единственное, что здесь в насилии два, да, отряд избранных мечников стоит против топорников и мечников в Тораксах. И какой-то еще там у нас один отряд. Его, к сожалению, хоть как поворачиваю, его не видно. А, и знать, и избранные мечники. Тут я смотрю, колеса вернулись. А где они вообще, колеса? А там, где к генералу на помощь езут. А, вот-вот-вот езут, да-да-да-да-да. Они продолжают нагло обрабатывать. Ну, Кецаль, да, как бы, вот у него лук стоит, не стреляет. Кстати, Масилийская Кава разобралась с этими ветеранами. Посмотри, на правом фланге березких прашников она добивает. Но, как бы, по количеству, по количеству Масилий, конечно, мало, но у нее больше кавы сохранилось. Поэтому, да, и цены, посмотри, отряд этих избранных копейщиков и колесницы там подздуваются. Но колеса нарубили 360, боже мой, как слон, короче, накосили. Учитывая, что они, по-моему, дешевые у и ценов. Да, 900 монет стоят они. Ну, а на правом фланге просто не хватит уже количественно сил, я думаю, Масилий справиться с теми мечами, которые остались у и ценов. Ну, да, но все мечи Масилий покосили колеса, всю пехоту. Да, но Кецаль справился, он убил генерала ценовского, поэтому, как бы, вполне возможно, что здесь, может быть, тоталваровский движок повернется в сторону. Ну, в Риме, по-моему, самый маленький эффект это смерть генерала имеет. Ну, да, нет, здесь раньше было такое, но патчами все это пофиксили, и, ну, конечно, против таких мечей не выстоять, против и ценовских мечей, и никакая Масилийская конница здесь, конечно, она чуть-чуть не поможет. Но, тем не менее, как бы, вот мы видим, да, два у нас участка, один полностью остался за Масилией, здесь сейчас чуть-чуть и добьют, будут добиты эти крестьян и новобранцы. А центр и правый фланг, он остался за и ценами, и здесь, как бы, еще неизвестно. Ну, вот садики с дротиками сейчас, я думаю, попадут под этих крестьян новобранцев. Захоронил бы Кецаль хотя бы один полный лук, и тогда были бы шансы. Да, да, ну и посмотри, садники с дротиками умирают просто в стоячих входах, блин. Да, именно полный лук. Да, именно полный лук, но это фейк конкретный здесь просто со стороны Кецаль. Ну, понятно, Масилийская конница, она сейчас тут под натиском, что-то в боевой дух, ближний бой, ворон оружием, она этих крестьян новобранцев-то снесет. Ну, не знаю, стоило ли использовать обилку генерала против такого слабого отряда. Ну, слушай, до последнего, несмотря на то, что колеса столько накосили, да, посмотри, как все-таки достаточно искусно управляется ими войсками Кецаль. Где-то что-то он по ходу боя законтрил все это хозяйство и удается ему свести в такой неявно проигрышный эндшпиль, скажем так. Ну, сейчас бы завязать спирит с одной стороны всех мечников, а сзади бы долбить колес. Да, сзади бы, но ему завязывать-то нечем, блин. Нечем, да. Такие одни ошметки, огрызки этих топорников. Да, 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 он пытается. А, вот, смотри, какой генералом чардж, вообще шикарно. Ну-ка, давай даже поближе посмотрим, и сейчас в спину их долбанут. И бегут, бегут мечи, надо срочно вытаскивать эту кау. Вот, да, они кидают пилумы, но масилийцы как бы, ну, все-таки достаточно, что там у нас с броней, 60, да, и здесь, здесь броня, 70, я не вижу, думаю, что быстро так, 35, да, броня у масилийской кау, и поэтому она и подпросела. Ну, здорово, выкосил, пожалуйста, отряд избранных мечников. Лег. Да, тяжело и ценам, без генерала, слушай. И сзади у нас стоит еще один юнит, о, крестьяне-новобранцы, которые убили, вот только сейчас про них Сол вспоминает, а они бы, ох, как пригодились в этой ситуации. Слушай, ну, трудно сказать, кто, да, в общем-то, отважная знать, да, отряд избранных мечников и еще один отряд избранных мечников. Ну, отважная знать с этой обилкой сумасшедшей ближнего боя, вот она вырезает этих масилийских букв, это причем она прожата. Ближний бой, 48, защита, 73, боевой дух, 73, обалдеть. Да, ну, Масилий сейчас нельзя терять генерала, конечно. Умирает, по-моему, он замигал, генерал. Да, не, ну, их здесь 43, но, да, они справятся, конечно, с такими мечами. Они еще и пиломы кидают, и копейщики идут. Давай, наверное, уже ускоримся. Давай. Тут осталось на сколько секунду, понятно, что и ценовские мечи просто-напросто выстояли. Так, ну и что у нас и цены. Отряд стоимостью 9 сотен монет нарубил аж 381. При том, что Кава-то вообще практически не сыграла в ее ценах. Да, прашники тоже толком не сыграли, стрелки. Крестьяне новобранцы, но один сыграл, считай, за всех. За всех троих отработал, за четверых, вернее, отработал. Ну, я отважно, я знаю, посмотри, она просто перемолола вообще всю пехотную эту составляющую. Массилий 240, 202, 100, 125, 105, 109 вернее, 175. Короче, мечи, мечи и колеса. Ну, варварские мечи, да, у колеса. Да, варварские мечи и варварская тачанка просто-напросто затащили этот бой, несмотря на... Ну, тачанки, я хочу сказать, здесь явно дало сыграть вот эта расстановка, вот эта хитрая. Где был промежуток, то есть его увидел, солд, завел сразу каву, повязал все там и завел тачанку. Причем, посмотри, она эта легкая кава, вот, 24, а наоборот, легкая 3, да, и 23. То есть он просто их отдал, два отряда, чтобы вот собирали каву. Чтобы ввести тачанку, да. Да, 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 да. И причем он их отдал за луки, а это очень важно. Ну, давай второй бой. Да, поехали на второй. Так, как называется файл там? ДГ, два Афины против Пуэрк, там, я не знаю. Пергамон, короче. Пергамон, да, да. Да, за Пергамон. Я, кстати, вживую этот бой наблюдал, ну, так, одним глазом, правда. Кицаль позвал меня, очень упорный бой. Ну что ж, тут опять хитрая расстановка. Смотрю, Кицаля. Ты сейчас обалдеешь, как знаешь, вау, а ты упадешь, да. Какие-то колонны. Тут сейчас вообще, я не знаю, но тут Инвиктус, смотри, отходит он от этой расстановки. Давай я быстренько по его составу пробегусь, а Пергамон, мы уже потом Пергам посмотрим. Итак, наемные ветераны, гоплиты, гоплиты в Тораксах. Это все центральное, тут по сути три линии вообще просто пехотные. Гоплиты в Тораксах, генерал, отборные гоплиты, гоплиты в Тораксах, гоплиты еще раз в Тораксах и наемные ветераны гоплиты. Кроме этого, пехотная составляющая, это три прачника у нас и вторая линия представлена, мечники в Тораксах, фракийцы. Да, вот, кстати, фракийцы, заметь, да, играют, мы уже, кстати, говорили об этом. Три фракийца, два мечника в Тораксах и четыре торинтийки. Четыре, да, если я не ошибаюсь, торинтийка, да, раз, два, по флангам. Вот, да, четыре торинтийские конницы. Ну, давай, наверное, запустим, да, чтобы... Да, поехали. Да, пергамма у нас, чтобы мы ее видели. Ну, тут просто бешеная, опять, эта расстановка с этими флангами, и пельтасты здесь легкие, и легкие всадники тут, копейщики, агены какие-то, боже мой. Ну, это такие, типа, копейщики-считаносцы, только проапгрейженные. Граждане. Они тоже, они как пельтасты стреляют, и в квадрат становятся. Да, да, я смотрю, у них особенность, да, что постановка в квадрат. Всадники с дротиками, разумеется, галатские мечники. Сзади у нас телепаются гоплиты-ополченцы, да, причем они вот в такие полу-квадратики выставлены. Центр у нас это опять копейщики, агены их всего, сколько, 4 на армию, да, легкие пельтасты, еще один легкий пельтасты, и еще один легкий пельтасты. Ну, по сути, такую, чуть ли не рашевую, да, армию берет, 4 пельтаста. У нас 2 кавы еще, граждане-всадники, всего у нас 3 граждан-всадников. И что еще у нас? Ну, да, галатские вот эти мечники. Ну, а по центру гоплиты-ополченцы, да, как бы они как бы подпирают этот центр. То есть после первого боя решил все-таки хоть что-то в центр поставить. Кецаль. Ну, все равно такой ослабленный центр, но что-то есть в нем. Да, 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 но хотя бы что-то, он наполнен вот этими вот гоплиты-ополченцы, они хоть там и не самые крутые ребята, но тем не менее. Спину получают пельтасты. Да, да еще как получает, Торентийка заходит вообще просто нагло. Вот Торентийка, я обратил внимание, ей... Да, еще сейчас вот она в ближнем бою, да, добьет она этих пельтастов, чувствую. Ну и вот, пожалуйста, минусы расстановки. Да, опять-таки, левый фланг-то... Да, телепается где-то непонятно. Да, да, левый фланг, мало то, что там телепается где-то непонятно. Но это опять-таки, я думаю, временно это все. В принципе, ничего критического пока на правом фланге у Кецаля не происходит. Почему не атакуют легкими всадниками Торентийка? Неужели они не выстоят? Да, они выстоят. Да, не выстоят. Но здесь есть пельтасты. Снова выхватывают пельтасты Кецаля. Ну а на левом фланге все-таки удалось завязать Афинам. Смотри, Сол, как здорово. И ветераны здесь два гоплита и мечники в Тораксах. Виснут они на галатских мечниках и на этих копейщиках Агемы. И срочно-срочно нужно галатских мечников, конечно же, переводить. И нужно что-то, что-то делать с этой вот ударкой, которая вот там телепается здесь в садбике с дротиками. Нужно как-то все-таки помогать своим. Иначе просто перерубят здесь пергам. Ну а по центру, посмотри, один отряд Торентийской конницы просто тут половину. Гоняет, копья гоняет. Да, да, просто продавливает центр пергама. Ну и тоже, смотри, на правом фланге эти легкие пельтасты шпарят и шпарят. С гражданами-всадниками здесь они. Только как-то это непонятно, неподдержанно. Это атака. Ну вот понимает, это кипсали и начинает он. А вот за медь заводит он ударку в спину. Да, 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 да. Вот я как раз и обращал внимание. И причем не только ударку, еще и граждан этих всадников он здесь заводит. Но опять-таки почему-то она куда-то у него уходит. А опять уходит, это странно. Надо было бить начинать, не ждать. И вообще игнорировать эту Торентийку. Конечно, да, да, вообще плевать на нее. То есть нет у тебя хашек с ними бороться или стрелков. Все, на хашек не нужно вообще на них вестись, обращать внимание. К тому же в Риме они очень медленно убивают. Да, да, да. Тут можно все тылы разнести, пока они там пару юнитов тебе убьют. Да, совершенно верно. Ну, он на перехват пошел Торентийки. Да, галацкие мечники сыпятся здесь, конечно же. В центре очень здорово. Отборные гоплиты, кстати, отработали по копейщикам Агемы. Генерал Афин. Ну, посмотри, как здорово, грозно заходит. И вынужден это самое, Сол, смещаться. Левый фланг прям целиком. Просто в тылы. Да, ну вот я смотрю, слева упустил момент, конечно. Да, 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 да. Это надо было раньше как бы все это побыстрее делать. А сейчас уже разобрали, то есть эти гоплиты и мечи в Тораксах из фланга. Да, да. Ну и там пельтасты что-то они в ближнем бою за каким-то непонятно. Ну, то есть мощный такой перевес на левом фланге Афины имеют против Пергама. Граждане-всадники наемных фракийских чаржев. Ну-ка посмотрим. Ну, что-то как-то слабовато. Да они должны просесть, по идее, фракийцы. Ну, что-то не очень. Да, они еще и выигрывают. Да, да, они еще чуть-чуть и не зарубят. Так у них же это оружие-то... А, да, у них же бонус против Клаверии. Да, да, да. Да, да. Если сразу не снес, то сольешь Каву. Все, до свидания. Не, ну, у них как бы нет, у них оружие само вот это вот, что серпы вот эти, они против Кавы, конечно, заходят гораздо ловче. Ну, и продолжается заруба здесь, генерал уже в Афин идет вперед. Ему здесь реально бояться нечего. То есть просто настолько здесь вот... Гоплиты ополченцы стоят. Но я думаю, Кицаль тут сейчас его не пустит. В центре между тем у нас гоплиты в Тораксах и наемные фракийские воины, они просто-напросто продавили этот центр Пергама. Ну, посмотрим, что сделают. А вот тоже заметь, да, недостаток. Вот где телепается опять же этот левый фланг Кицали? Вот только сейчас. Да, 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 да. Когда уже сражение уже решено, по сути. Центр и другой фланг разобраны. Ну, я бы не был столь скоропалителем. Во-первых, Торентийка стоит, и она будет стоять долго. Во-вторых, ну, все-таки я еще вижу, что шансы пока еще есть у Пергама все-таки. Ну, возможно, возможно, конечно. Ну, так, ведь тактически, так я смотрю. Ну, да, тактически как бы уже... Ну, не знаю. Ну, только сейчас подходят эти, наконец, мячи. Да, это я опять-таки еще раз обращу внимание, что у нас Торентийка стоит. Которая могла бы вот по тем же легким пельтастам отработать и так далее. Ну, не решается вступать в ближний бой здесь. Кицаль понимает, что... Ну, просто уже количественно... Почему он, интересно, отходит? Им уж надо атаковать, здесь же стрелки остались у Афин. Два стрелка смотрят. Он дает отстреляться Копейщикам Агемы. Он их, смотри, как... А-а-а. Это знатная Кава. Они... Ну, достаточно такую игру же представляют. Да-да-да. Для его стрелков. Поэтому они... Ну, у него, по сути, коробка. А все потому, что Афины встали в коробку. Ну, и мечники в Тораксах, понятно, они копейщиков, да? Они практически любых копейщиков зарудят. Чего уж тут говорить. Ну, и запоздалые чарджи граждане... А, ну, это граждане-всадники. Чего им тут? Даже граждане-всадники это были. Это не всадники с другими. Ну, как-то... Кицаль по сравнению с первым боем как-то не очень. Хотя, конечно, заруба продолжается тут, но... Прожимает пергамской знатной коннице Кицаль обилку, что там, защиту ближнего боя, урон ближним бою, да, показатель ближнего боя прожимает. База вот этот моральный дух. Посмотри, генерал умирает, и все, моментально пергам весь мигает. Он очень низкоморальная фракция. Да. Ну, здесь более чем убедительная победа, конечно, Афин. Тут даже, что говорить-то... Даже можно не смотреть по показателям этих юнитов, да, просто посмотреть. Сол накосил, грубо, 1600 и 700. Да, в два раза больше. Да, почти тысяча разница. Причем это без колесниц, то есть это чистый такой пехотный... пехотный бой, по сути-то. То есть было выиграно все, не тори-дит. Ну да, но я считаю, здесь абсолютно неправильный состав за пергам. То есть пергам вообще очень сложная фракция играть. Да, под нее подобрать. Вот я считаю, что граждане-всадники, они здесь совершенно не нужны. Здесь, да, у них дело в том, что пехота слабая, убивать... То есть ударку надо брать. Да, да, да. Потому что больше нечем просто убивать пергаму. Совершенно верно. То есть четыре удара можно... Пергам может сыграть только если сыграет ударка. То есть в этом его сложность. Но с другой стороны, он такая интересная фракция, у него очень дешевая пехота поддержки. То есть можно набрать много ударки. Да, и галацких мечников каких-нибудь там... Да, да, и галацких мечников, и галацких копейщиков. И очень можно, если умеешь, вот это вот ударил, вывел, подвел пехоту, и очень-очень можно эффективно играть. Ну и луки, в принципе, за пергам-то они неплохие. Ну, луки как можно взять, да. Но основное, как бы ядро армии надо... То есть обычно строят вокруг ударки у пергама. Все правильно. Ну давай третий бой. Да, давай третий бой. Как он называется? Парфия Колхида. Вот почему я про Колхиду говорил. Как называется? ГГ-3 Парфия Колхид? Да, 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 да. Ага. Так, а за Парфию у нас? За Парфию, наверное, играет. А кто у нас играет? Инвиктус играет за Парфию. Думаешь? Да, да, да. Ну раз с моей стороны Парфия, а он прислал повтор, он присылает. Пофиг, что они у меня красные. Понимаете, что опять безумная расстановка? Ну да, здесь можно всегда понять по расстановке, кто за кого играет. Дело светлое. Я начну пока за Парфию. Восточные копейщики, первая линия пехотная, горцы. Горцы, горцы, горцы. Четыре горца и два восточных копейщика. Это первая линия пехотная составляющая. За Парфию, кроме этого, восточные катафракты в количестве двух. Второй линии идут царские катафракты. Это генерал и восточные катафракты, восточные катафракты. То есть всего четыре восточных катафракта. Пять конниц идут второй линии по центру. Кроме этого, центр представлен знатной конницей в количестве двух отрядов. Сармадские наемники с дротиками. Это уже ближе к флангу. И наемные сармадские конные лучники. Точнее бы и нет, что-то бери. Левый фланг более стрелковый у нас по Акаве. Это знатные конные лучники. Ничего себе знатные конные. Два аж. И сармадские наемники с дротиками. Такая вот кавалерия. Это же легкая или какая-то средняя ударная? Я никогда не видел, чтобы ее брали. Сармадские наемники с дротиками? Но они же это легкая ударка. Ну да, да. Мне интересно, она накосит. Да, они вообще дешевые. Ну не знаю, как бы за кого там. За Кимерию вот есть. Ну давай поехали, потому что я не вижу этого. Тут надо будет ускоряться, поскольку бой будет долгий, кайтинговый. Так, ну и три конных лукаря за Калхиду. У нас правый фланг. Два восточных, опять-таки, этих дешманских копейщика. Кроме этого, две знатные конницы берет Кецаль. Калхидская знать. Раз, два, три, четыре. То есть достаточно мощная такая копейная составляющая по центру. Генерал знатная конница. Стрелки это восточные прашники в количестве трех. Вот они, кроме этого, картлийские топорники. Два. Тоже этот центр они у нас образуют. И на левом фланге у нас что, две знатные конницы. Ну, посмотрим. Ну, вообще, Кецаль-то умеет кони луками играть. Да, это мы знаем, действительно. Да, это его конек. И обстреливает он горцев. Да, и неплохо обстреливает. Горцы, это ж такое живое мясо. Они сколько там, 200 стоят? Да, да, они что-то там, да, копейки, 220 что ли. Ну, это по типу, вот как восточные копейщики. То есть... О, сейчас на фланге там этим сыграют эти... Да, 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 они в спину, причем чаржат бегущих этих восточных копейщиков. Причем в спину ловит он. Ну, что-то как-то слабо. О-о-о, что-то... Да, кажется, слабо... Но сливаются. Да, но сливаются. И тут еще следующий чарж. Их сотня осталось, они уже замигали. Следующий чарж их доконает. Причем тоже этой же самой легкой кавой. Ну, и тут же их обстреливают знатные эти конные луки. Ну, а по центру гуляет у нас конные лучники в количестве трех. Да, на правом фланге тут. Пиццалю слегка досталось. Ну, а что они эти восточные копейщики? Ну, смотри, зато они оправились, дограли этих сарматов и ежут их теперь. Совершенно верно. Два элитных отряда этих два знатных конных лучника. Вот они чаржат восточных копейщиков. Еще одни восточные копейщики. Здесь 21 вот он уже нарубил, да, второй пока восточный копейщик 0. Ой, по центру смотри, как здорово сейчас лукарями, я так думаю, по этим наемным сарматским конным лучникам. Если удастся сейчас сделать залп в Пиццалю, то хана. Да, замордовали эти два сармата, смотри, одного этого восточного копейщика кое-как. Смотри, пол отряда кони луков по центру выкосили. Да, все-таки залп прошел. Да, прошел залп, да, я так понимаю, восточный этой прощи и просто вообще наемных сарматов больше нет. Слушай, ну от обороны. А вообще кто ж так гуляет-то под луками? Тем более под шестью. Три прашника, да, и три кони лука здесь. Да, на правом фланге как-то все не очень, но опять-таки это с одной стороны кажется, что для Калхиды не очень, с другой стороны теряется, но вроде бы бомжей, по сути. Да, да, да. Это ничего не значит. И на них... Они экранируют просто. Да, 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 и на них висит вот этих вот четыре отряда здесь целых. По сути сейчас на одном этом вот, в Калхидской этой знати, четыре отряда здесь гоняют. Но вот эта знатная конница, если она до этих легких сарматки до этой дотянется, ударки легкая, а нет, она, конечно, и вырежет здесь, значит. Ну, только что скорость у нее выше, и опасно ее атаковать здесь. Я вот сейчас со стороны Киццаля смотрю, правый фланг его. Вообще странно, что не идет Парфея. Стрелков же больше у Калхиды. Парфея дает стрелкам отстреляться, по сути. Конечно, во-первых, стрелкам дает отстреляться, во-вторых, конечно, надо уже всей этой пехотной составляющей идти вперед, сливать эту пехоту и поддерживать ее уже вот этими таранами, восточными катафрактами. Да, у него же такие сильные катафракты у Парфея. Нет, он решил постреляться, ну вот и решил постреляться по итогу. Что тут, Борсов уже один отряда уже нет. Наемные эти сарматские лукари тоже уже по факту этот отряд уже не решает. И опять он под Прашников здесь встает и пытается окружить, но грамотно выстраивает. Вот, посмотри, как, да, свой правый фланг, две кавы здесь, калхидская знать, картийские топорники здесь на всякий случай стоят. А на левом фланге, что у нас, сарматские темноемники с дротиками, ну сейчас попадут они под граждан даже всадников. Кстати, да, вот в составе еще есть граждане всадники, помимо знатной конницы. Мне кажется, сейчас даже граждане всадники им наваляют. Сейчас посмотрим. Да, выигрывают в сражении. Ага, причем тут знатная конница, но и здесь знатная конница у Кицаля подвздвигается. И кони луки здесь подошли. В общем, пощипал он так неплохо Парфею. И Парфея только сейчас вот начинает свое движение. Да, смотри эту легкую ударку, то есть отряд минус. Знатная-то конница виснет на гражданах, только всадников. Мы посмотрим сейчас. А что у Кицаля там стоит, так сейчас прозевает натиск? Нет, 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 он не прозевал, да, молодец. Ну и сдвигается вся Парфея сюда, все ближе, ближе. Посмотри, как тыловая, это фланговая тыловая атака. Эти сармадские с дротиками восточные катафракты нехило зашли, плюс здесь еще отряд. То есть две легких ударки у Парфеи, да, заходят, посмотри, как ты в эту знатную конницу. Ну посливаются они там, здесь и прашники эти все-таки помогают и нехило помогают. Ну все, хана, легкой ударке в тылах атака не удалась. А восточные эти катафракты тоже толком ничего не нарубили, потеряли аж 10 всадников в своем составе. И молодецкий царь отходит, задача стрелять. Слушай, кто кого кайтит, непонятно, Парфея Калхиду или Калхида Парфею. То есть Калхида получается, Парфея Калхида. Причем и здесь на левом фланге, смотри, горцы, ну я понимаю мясо, стоят. Две колскидские знати контрят здесь восточного катафракта. И на одной этой знатной коннице, посмотри, аж два отряда висли этих восточных катафрактов. В то время как их расстреливали все это время вот эти конные лучники калхидские. Ну очень грамотно действуют. Китцаль здесь видно, что он собрался, разозлился видать он на все это дело. Да, несмотря на проигранные фланги, посмотри, все-таки в начале боя правый фланг, да, Калхида проиграла здесь. Сейчас левый фланг, казалось бы, она отдала, но как бы дорогой ценой это все отдается Парфею, скажем так. А Калхидская-то знать в центре, она эту пеху-то здесь упокоцает. И смотри, ловит знатную конницу в центре Китцаль. Ну что-то как-то сол как-то не очень. Да, в кайтинге здесь смотрю, то есть что-то у него не получается. Да, и пытается восточных катафрактов разменять на стрелков, но не тут-то было. Смотри, как здорово здесь Китцаль перегревает прям. Коробку аж поймал их по факту. Кое-как восточные катафракты. Но они протаскиваются, спот и видел, через Калхидскую-знать просто-напросто протаскивают. Ну да, да. Восточный здесь однозначно просто. Потому что как бы если строго следовать правилам доминейшн, да, он должен был умереть в этом треугольнике. Да, да, его поймали. У него только один вот здесь вот выход был между Калхидской-знатью и восточными прашниками. Ну а здесь уже сходятся в ближнем бою полные лучники. Скорее всего они расстреляли, я так понимаю, свой боезапас. И уже и с восточными катафрактами. Ну а здесь картлийские топорники, я думаю, должны сказать свое слово против знатной конницы и против этих восточных катафрактов. Ну здесь атака за атакой. Опять-таки Калхидская-знать два горца висят на ней. Вот смотри, какое преимущество в кавалерии у Парфи, она его не использует, с флангов не заходит. Абсолютно, абсолютно. Я только хотел рисовать все это. Да, вот только сейчас он сдвигается, в то время как прашники отрабатывают, так нехило, скажем, отрабатывают. Горцев чаржит знатная конница, да, почему бы и нет, черт побери, их там всего 40 человек. Так же и знатная конница здесь одинаковое количество. И бегают, бегают эти восточные порошники, просто безнаказанно. Они, наверное, сами в шоке, короче, эти три отряда, что они до сих пор живы. Да, да, да. Поверить не могут, что им дают пострелять. Ну, а по пехе, смотри, здорово, Калхида заруливает, просто-напросто все затаскивает по пехоте Калхида в этом бою. Ну, что и неудивительно, в общем-то, понятно, что... Да смотри, опять он их, похоже, спасет. Да, опять он их вытаскивает вообще и отдает опять этих котлицких топорников. Причем они в стене щитов стоят, все это прожато. И Калхидская знать, посмотри, как здорово сейчас с тыла начнет перегревать этих восточных катафрактов. Ну, здесь, да, если бы можно было протаскивать, хотя через стену щитов, да можно было бы восточных, конечно же, прокликать на прашников, но... Можно, можно, даже через фалангу Гапридской протаскивается. Да, да, спокойно можно, да, да, да. Ну, как, механика позволяет, что тут нельзя? Да, механика позволяет, да. Ну, опять Калхидская знать тут спину выхватывает от царских катафрактов и от восточных катафрактов, но ей дорогой ценой это дастся. Все-таки Калхидская знать это не те... И ты посмотри, сейчас он мечами не даст добраться до луков опять. А нет, сейчас добирается. Нет, да, добирается, да, здесь уже, ну, до прашников добрались уже. Здесь топоры бегут. Но тут уже такое преимущество по пехоте огромное у этих, у Калхиды. Ее, по-моему, уже не перебить. Ну, и без генерала, как-то мы упустили этот момент, что без генерала играет Калхида. А он только что слился, он как раз слился, а когда защищал этих лучников. Вот, да, опять и прашников защищал, да. Угу. Ну, а здесь Калхидская, это... Нет, Калхидская знать выстоит она. Тем более здесь уже она две лучки нарубила, то есть у нее уже бонус. Как бы есть и одна вот под одной лучкой. То есть она уже в ходе боя стала сильнее, скажем так. Да, как-то вяло. Наверное, давай ускоримся. Да, давай ускоримся. Да, потому что здесь еще три с половиной минуты. Будет пытаться Парфия разобрать эту пеху, но я думаю это все... Да, она сейчас в квадратики станет, Пеха, и уже ничего не сделаешь. Да, и уже ничего нет. Да и осталось-то здесь, что у нас восточный катафракт, он вообще один уже сливается. Царский катафракт 18, восточный катафракт, ну вот один только, 42. Ну, топорников чаржат, понятно здесь, милое дело, топоры чаржат. Ну, они опять-таки уже все под лычками здесь, а это достаточно, ну, как бы много значит. Тем более для концовки боя, когда отряды не полные, и вот эти набитые лычки, они играют достаточно, такую существенную роль, скажем. Ну и... нет, не добить, конечно, Парфи. Ну, молодец, Кицаль. Ну, с другой стороны, как бы промедление Инвиктуса, да, и не так оперативно он реагировал на все это дело, позволило Кицальу-то не... Ну, посмотрим, что, сколько, кто нарубил. Да, вот в этом бою, кстати, будет интересно посмотреть, потому что здесь били все, стреляли, в общем-то, все, несмотря на какие-то там, да, провальные где-то что-то, моменты там, все упущенные, так скажем, да. Но, тем не менее, здесь вот это будет наиболее интересно, чем в предыдущих боях. Ну, вот Калхийская, знать, она уже в три лычки, посмотри, то есть ее убить уже... Катафракты, правда, в две были, но пехота в три, тут конные лучники тоже две уже набили, Калхийская, да. Да, ты ускоряйся на максимальное. Да, уже все, у меня уже закончился, да. Итак, ну, начнем с Калхиды, да, наверное, стрелки, что он, склонные лучники, 40, 65, 62, с учетом того, что это в основном Кава была отстреляна, причем это Катафракты отстреливались, по-моему, прекрасный результат. Даже граждане-всадники 36 успели нарубить, ну, тоже неплохо, скажем так. Ну, знатная Кава, генерал 73 неплохо, с учетом того, что он, опять-таки, бился, да, с элитными вот этими вот, как бы, отрядами. Ну, знатная конница как-то слабовато, да, сыграла, 41, 9, 20, запопала. Зато прашники 63, 55, 56, замечательный результат. Причем это, скорее всего, элитные юниты. Да, 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 а здесь других, как бы, юнитов толком и по большому счету... Ну, были дешевые, но они сами там слились, эти сарматские катафракты. Да, 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 они бомахом посливались. Ну, и картлийские топорники, посмотри, 73, 130, замечательно сыграли. Даже один восточный копейщик, 25, а это все Кава. Это Кава, вот эти 25, это Кавалерия. Пусть это легкая там Кава была, но тем не менее. Ну, и колхинская знать, ты посмотри, просто шикарно. 150, 188, 90, 70, грубо. Конечно, замечательно, при том, что это катафракты. Ну, и здесь восточные катафракты, грубо, что у нас, раз, два, ну, пусть три даже, да, собирались с натяжкой по большому счету. Посмотри, сарматские эти наемники с дротиками, 80, один нарубил все-таки. Ну, это этих, помжел. Да, это опять-таки дешманские отряды. Знатная конница. Как только он встретился с гражданкой, он слился. Да, да, сразу пропал гидолага. Это вот этот, наверное, и есть, который 7. Ну, знатная конница лучше отработала. Они, в принципе, равнозначны, лучше, чем и колхиды. Лукариты, посмотрите, знатные конные лучники, обалдеть. 200. Да, вот эти шикарно отработали. Просто вообще бы. Но, извините, на двух таких юнитах, конечно, колхиду не победить. Поэтому горцы здесь чего-то так мал-мал нарубили. Один вообще ничего не нарубил, в ноль слился полностью вообще. Ну, и восточные копейщики. Рекордсмен 41 по этому бою. Ну, что ж, вот такой напряженный поединок, особенно вот третий бой. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok